Валужте в рамках рабочей выставки под названием «Технология ЖКХ» обсудили, как развивать жилищно-коммунальный комплекс республики. Причем учиться профильные чиновники и специалисты решили на чужих ошибках. В этом им помогут эксперты с материка. Как именно, знают наши корреспонденты. Формат мероприятия изначально сделали расширенным. Тема жилищно-коммунального хозяйства для полуострова сейчас одна из основных. И главная проблема республики, по мнению экспертов, нехватка опыта, а где-то и усердие. Два года реформирования ЖКХ в Крыму. Мы знаем, да, такой хороший лозунг «ЖКХ меняется». ЖКХ меняется, но вот общаясь с крымчанами, мы общественность, мы не видим пока что этих изменений. Больше бы нам хотелось, конечно, понять то, что делается в Российской Федерации, чтобы идти уже не повторять ошибки, которые уже были повторены предыдущим опытом. Сразу идти новыми технологиями и идти, как говорится, так, чтобы нам потом было не стыдно. Обсуждали самые разные аспекты, начиная с вхождения в систему сдерживания тарифов и заканчивая обращением с ТБО. Особое внимание уделили теме управления многоквартирными домами. Тут у крымчан осталось совсем мало времени. Если они не определятся до 1 апреля, за них выбор сделает ответственное ведомство. Инициативность, а вернее ее отсутствие, эксперты с материка вообще назвали одной из главных проблем развития системы ЖКХ в республике. Дело в том, что сама иерархия решения насущных вопросов требует куда больше согласованности. Я считаю, что нужно вести более жесткую позицию у министерства по отношению к руководителям городов. Я это все время подчеркиваю. Потому что очень часто заканчивается тем, что виновные в том или инвестировании являются главы администрации городов, без инициативные, плохо знающие тему, а снимают с работы, как обычно, министра. Тема тарифов вообще стала центральной на конференции. Сегодня в стране есть установленные федеральные субсидии, а Крым пока работает по своим, региональным. Кроме того, в республике есть сложности с инвесторами в сфере ЖКХ. В том числе из-за того, что до сих пор не разработаны схемы по тепло- и водоснабжению. Федералы, конечно, готовы помогать, и они средства выделяют и частично субсидируют мероприятия. Но в то же время, конечно, наверное, нам всем придется добиться понимания того, что без нашего участия мы проблему не решим. Как не решить без взаимного участия и вечную проблему жилищно-коммунального комплекса – изношенность инфраструктуры. Счет на ее полное восстановление исчисляется миллиардами, а из федерального бюджета в этом плане денежной помощи пока не предвидится. Зато есть подвижки в вопросе обращения с ТБО. Тут финансово поможет республиканская казна. Уже проработаны этапы финансирования профильной программы. Игорь Романенков, Евелина Белошапка. Время новостей. Алушта.